Вот, в Белоруссии. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Вот, как говорит моя сестра, вовремя ты мне рассказал про Skyway, потому что она живет в Испании, у них полнейший локдаун. Уже звучит это так ругательно, да, уже, вот, чтобы можно это слово применять, но звучит, смысл его всем понятен. Вот, у них, получается, она живет недалеко от Барселоны, но она туда поехать не может, потому что максимум, радиус, который разрешается, это всего 12 километров от того места, где она живет. Вот, поэтому, скажем так, она очень рада, что она занимается очень интересным делом и видит семью свою, в общем-то, и ведет бизнес по всему миру. Вот, так что, вот мы тоже, несмотря на то, что живем все в Белоруссии, друг друга мы видим редко, может, даже друг друга не видели, а вот общаемся мы с вами как минимум раз в неделю. Ну что, дорогие друзья, меня зовут Олег Тарасов, я сегодня подготовил тему, она немножко отличается, хотя, я говорю, руководство все-таки просит, чтобы мы не отходили от традиционных вебинаров. Но так как Алексей у нас чаще придерживается того, что он всякий раз читает, скажем так, традиционную презентацию, но так как мы с вами видимся часто, поэтому я думаю, что те люди, которые зайдут вновь, они могут через недельку там опять увидеть. Вот, я немножко расширю, скажем так, сегодняшнюю презентацию и расскажу вам все-таки о новостях и немножко еще что услышал или увидел у других спикеров. Вот. Ну, прежде всего, хочу сказать, что новостей у нас опять-таки много всегда, и всегда я говорю о том, что все-таки философия Skyway мы должны выучить с вами наизусть. То есть транспорт должен быть решением проблем, они их источники, и система Skyway переносит грузопассажирские потоки в отдельное пространство на второй уровень. Вот. Значит, так получилось, что я слушал Алексея Суходоева, вот, и он начал говорить о том, что вот транспорт действительно эволюционный, экологичный, эффективный. И тут мне пришло на ум, что какие еще есть эпитеты к нашему транспорту. Вот я вот так вот, что транспорт – это эволюционность, экологичность, экономичность, эффективность. И вот так как я человек самый эмоциональный, я пришел к выводу, что тоже, что Анатолий Эдуардович не менее эмоциональный человек, чем я. Может быть, он больше интроверт, нежели я экстраверт. Но вот эта вот фотография, это говорит о многом. Вот его такое детище. Вот. Он обнимается. Еще есть фотография, где он с Uniflash тоже. Но, к сожалению, я той фотографией, она у меня есть в Инстаграм. Я тоже выставил, написал пост большой в Инстаграм. И, ну, суть ясна, да, что действительно человек с большим сердцем может создать такой транспорт. Потому что когда действительно вот в преддверии дня рождения, вы знаете, все 16 апреля, да, у Анатолия Эдуардовича день рождения. И вот когда я с ним познакомился, вот я так мысленно думал, ну что пожелать человеку там, знаете, как у нас обычно там. Желаю тебе машину, квартиру, дачу, дачу у моря, море у дачи, дачу у моря, да, вот в этом роде. То, конечно, Анатолию Эдуардовичу очень сложно применить вот эти вот физические какие-то там у нас материальные блага, которые можно вот обычно пожелать, желаем мы друг другу, да. То вот я желаю Анатолию Эдуардовичу, чтобы его транспорт полетел, в общем-то, поехал на земле, полетел, да, можно сказать, и осуществил свою именно заветную мечту, это ОТС. Вот, ну это настолько масштабно, я поэтому и думаю, что мы сейчас с вами должны вот объединиться, чтобы, скажем так, все силы бросить на то, чтобы быстренько этот транспорт поехал, потому что уже в этом году у нас с вами, со слов Анатолия Эдуардовича, три проекта, но я знаю, что это, скажем так, только шапка айсберга, да, то есть гораздо больше есть, наверное, уже проектов, о которых просто мы, управляющая компания, вообще не говорится, дабы не сглазить, потому что у нас, конечно, чем ближе, скажем так, транспорт уже к осуществлению вот всего задумано, тем, скажем, конкуренты, они не дремлет, и они все-таки думают, где бы укусить, и все. Ну, как заметили, уже гораздо меньше всех этих всяких там блогеров, которые лили грязь, меньше различных репортажей, а вот как раз репортажей положительных становится все больше и больше, и я о них сегодня хочу с вами поговорить. Итак, запоминайте 5 «Э», еще раз повторюсь, эволюционность, экологичность, экономичность, эффективность, эмоциональность, и я вам хочу сказать, что можно еще найти много «Э», а если с другой буквы, то с других букв, то вообще этот транспорт действительно уникальный, и, в общем-то, такого нет, и в ближайшее время навряд ли будет, потому что придумать что-то новое, интересное, это действительно дано единицам, вот, так что здоровья вот нашему Анатолию Эдуардовичу и долгих лет жизни. Международные СМИ, мы с вами говорили уже, у нас была такая целая, в общем-то, тоже презентация, и я хочу сказать, что я немножко пробегусь, потому что было, да, и мы остановимся на том, что в последнее время случилось. Почему? Потому что вот люди, когда, в общем-то, мы разговаривали вот с Алексеем Новымовичем и действительно говорили о том, что когда я вот познакомился с транспортом, мне как по образованию, по первому образованию врача, мне было, конечно, понять, как вот там, что, чего, и, конечно же, те люди, которые понимают супрамат, им легче это разобраться, мне было тяжелее разобраться. Поэтому я, конечно, больше слушал людей, которые говорят на моем понятном мне языке, вот. И я вижу сейчас, что очень много статей выходит именно для людей простых, потому что большинство людей, 90%, это люди, которые действительно простые, которые вот верят действительно в то, что надо что-то делать с транспортом, да, потому что невозможно так жить. И понимают они простой язык, поэтому много статей выходит, просто объясняющих простыми словами. И я, как вам уже говорил, что даже только сейчас, спустя уже там первые мои инвестиции были в 16-м году, но только вот в 21-м году я осознал, что такое преднатяжение этой струны, понимаете? То есть я вам показывал, как я натягивал веревочку, то есть когда ненатянутая там коробок она не выдерживает, когда она натянута, она выдерживает пассатижи. Вот, поэтому кто не знает, может отмотать, посмотрите мою презентацию. Вот, но что пишут в СМИ? Итак, вот в 21-м году у нас действительно такой серебряный дождь, можно сказать, из таких замечательных статей, и я вам немножко освежу в памяти. Было и вот такие вот четыре издания, да, это вот были, значит, пресс-ридер рассказывал, рассказывал, это Gulf Indians рассказывал, это Traveler рассказывал и The National. Вот в данном случае это было все в январе, насколько мне помнится, вот эти все четыре статьи. Они, слава тебе, Господи, чтобы вы мне сейчас не сказали, что же ты там подробно нам не рассказал. Во-первых, я уже про это рассказывал, а во-вторых, все это есть у нас в нашем кабинете в новостях. И я вам честно скажу, иногда у меня есть люди, которые там просят зайти, там, с ними вместе, там, допустим, помочь им оплатить в кабинете. Вот мы заходим, а у человека, допустим, так и висят новости, допустим, там 20 новостей уже. То есть человек без меня, он туда не заходит, не смотрит, а потом получается, ну, когда, когда, у него вопросы. То есть таких людей, в общем-то, много, и поэтому я вам говорю, если вы чего-то не понимаете, не знаете, не читаете вот эту желтую прессу, так называемую, да, вот, а заглядывайте именно на официальный сайт, вот, заходите в раздел новости, и то, что вы не видите, там можно пересмотреть, перечитать. Далее были, значит, такие вот статьи, допустим, это в тайм-аут тоже, в Шаржи, это местный уже журнал напечатал, да, вот, и опять-таки Шаржи, Скайвей, вот, так, такие, ну, я вам немножко тут зачитаю, что последнее нововведение Шаржи, это вот было написано 3 февраля, это февраль мы уже взяли, да, вот, действительно развивает веру, хотя на данный момент приходит всего 2 километра, но Скайвей построен, значит, настроен на революцию, то есть из пункта А в пункта Б, вот, на скорости там описывается о том, что это будет и 500 километров в час, но в данном случае вы знаете, вот эти наши модели, которые сейчас двигаются, они двигаются пока со скоростью не больше 150 километров в час, да, ну, и рассказывают о том, что белорусские, действительно, вот, всегда говорят, русский инженер, там, советский, может, инженер, но действительно в статье было написано, что белорусские специалисты, ЮСТ, знаете, Юницкий стрим технологи, да, действительно, они планируют еще построить 130-километровую грузовую линию от Шаржа до Хорфакана, вот, и у нас тоже уже начались, вы знаете, мы чуть-чуть ниже об этом скажем, что эти уже проходят эти испытания, вот, поэтому все движется согласно плану, да, так что вот такие статьи были в феврале, вот, и в феврале же была у нас замечательная такая встреча, это на радио, называется Future Talk, говорим о будущем, или там будущее говорит, как можно перевести, да, и вот действительно замечательный, вот, ведущий парень и девушка, они действительно с интересом слушали нашего исполнительного директора Skyway Олега Зарецкого, GreenTech, да, вот, и вот ключевая фраза, которую тогда вынес именно для простых вот людей, я говорю, что надо говорить простым языком, надо делать простые акции, простые вещи, простые, потому что, как говорят умные люди, в слове просто слышится слово рост, в слове сложно слышится слово ложь, поэтому я очень уважаю Олега Зарецкого за его простую речь для простых слушателей, и вот ключевая фраза, которую он сказал, это стоимость строительства сети, или имеется в виду Skyway, да, то есть Transnet, вот, она сравнима с укладкой асфальта, вот, также Олег Зарецкий также сказал, что вы будете парить над землей, вы знаете, что Анатолий Юницкий говорит, как просто объяснить, что такое вот Skyway, Skyway, там, ой, ну это то, это сё, это воздушное метро, вот это просто понятно воздушное метро, метро многие знают, метро, мы в Минске пользуемся метро, метро мы любим, сейчас вот эти новые уже поезда ходят, которые действительно в них спокойно можно разговаривать, можно слушать музыку, в общем-то, нету этого шума, который вот в старых этих моделях, вот, и кто ездил на Skyway, вы знаете, в Юнибайке, в Юнибусе, вы знаете, что там тоже действительно, вот, вы слышите все разговоры, вот, лёгкое передвижение такое, парящее на земле, поэтому вот это воздушное метро, конечно, оно замечательно, и Олег Зарецкий тогда и сказал, что действительно ковид, вот, многие боятся вот этих вот, действительно нельзя собираться, расстояние там полтора метра в магазинах, маски иногда не отоваривают, но это у нас где отоваривают в Минске, где не отоваривают, но вообще в мире так, что вы знаете, что много показывают репортажи, когда человек без маски, его подвергаются насилию со стороны полиции и так далее, ну, вот, и после этого, когда такие вот подвергающиеся полициями наталкиваются в эти автобусы, да, потому что там, как вот на Украине было, да, что там отменил метро, вот, их руководитель и получилось, что люди заталкивались в это, в эти автобусы, действительно, как селедка в банке, вот, поэтому в данном случае, вот, юнибайк, это как антиковидный вариант, всего два человека, юникар тоже 4-6 человек, вот, видите, там тоже всей семьей можно сесть, как на собственную автомобиль ехать, есть юнибус до 40 человек, вот, вот, ну, и там он расскажет, что у нас юниконт, это вот, действительно, шейх Шаржа, он так говорит, я хочу наблюдать эти юниконты, вот, в сфере последних событий, когда там советский канал перекрыли, а юниконт, вот, он обещает, что скорость будет 130 км в час, представляете, такой вот огромный контейнер, мы пока сейчас 20-футовые, там, испытания проходят, но 40-футовые, вот, я тоже очень мне хочется посмотреть, как это будет проноситься, потому что мы все мальчишки, когда раньше видели, там, допустим, товарники, которые идут, но они идут со скоростью километров 20, наверное, да, и вот это вот длинные-длинные, то 20 км, а тут, получается, 120-130 км в час будет, конечно же, это будет, как он говорит, это будет подобно пулепрошибающей горы, вот, действительно, и, как я уже в прошлый раз вам рассказывал, что советский канал, говорят о том, что там ветер дунул, что вот его так развернуло, и разговоры давно велись о том, что этот советский канал нужно расширить, но в силу, там, денежных средств, в силу, там, каких-то, вот, вы знаете, политику, если слушать, там можно закопаться, вот, ну, давайте, дунул ветер, развернуло контейнер, вот этот вот контейнеровоз, вот, и он перекрыл, и по самым минимальным значениям это вот где-то 10 миллиардов долларов, там, ну, я уже не говорю, там, где-то что-то там и испортилось, где-то все, в общем-то, наверное, там все вот эти вот компании, которые страховали, страховые компании, они, наверное, разорятся, вот, а я в прошлый раз вам сказал, что альтернативный путь должен быть, и альтернативный путь, как говорят, это не обижать, не оплывать Африку, да, альтернативный путь должен быть, потому что если мы едем по дороге, очень часто рядом с дорогой идет железная дорога, да, или летают самолеты по этому маршруту, поэтому я думаю, что в перспективе, я предположу, что может быть, вот, вдоль советского канала будет построена такая вот трасса, когда, если, не дай бог, что-то случится, а может быть и вариант, когда один подплывает грузовой контейнер, вот такой контейнеровоз, тут же перегружается, и по советскому каналу на скорости не 10 километров, там, как они говорят, 5 узлов, 10 узлов, а на скорости 130 километров перегоняется, вот этот будет груз, во-первых, это будет безопаснее, во-вторых, это будет альтернатива, и вы знаете, я уже вижу в этом, что, наверное, если еще что-то подобное случится, наверное, умные головы государства Египет, оно подумает о такой перспективе, я думаю, что если, что мы поможем, ну, могу похвастаться, да, у меня есть люди, которые вот знают и президента Египта, да, Аль-Сиси, да, вот, ну, ладно, это я так, к слову, как это, 6 рукопожатий, у меня может быть только 2 в данном случае, соу, хотел сказать, да, перемещение одной тонны на 1 километр 1 цент, сейчас уже другая, другая трактовка, мне очень интересно, мы опять ниже скажем, гарантия 100 лет работы, да, далее, и Олег Зарецкий тогда говорит, мы хотим покрыть всю планету струнными дорогами, да, это действительно перспектива замечательная, есть план трансафриканский, трансазиатской дороги, вот, мы хотим соединить континенты, и итог, общепланетарная транспортная система, вот такие вот замечательные слова, Олег Зарецкий говорит, очень эмоционально, вот, может быть, всем Олегам это присуще, вот, поэтому я его переслушивал, много раз, вот, и, в принципе, это, как знаете, так, очень приятная песня, вот, поэтому дай бог, чтобы Олег Зарецкий также продолжал, а он и продолжал, потому что мы дальше это увидим. Ну, вот такой был фьючер-ток, поэтому, кто не смотрел, может еще раз посмотреть и услышать еще раз замечательную речь Олега Зарецкого. Далее было, опять-таки, не могу не сказать, потому что мы все знаем, что планируется экспо-2021, которые перенесли с 2020, да, вот, и вы знаете, все-таки это очень приятно, что после таких вот статей, после, ну, понимаете, все работают, все работают, журналисты пишут, помощники читают, передают своим вышестоящим там руководителям, может быть, руководитель кто-то прочитал, и, в общем-то, случилось то, что в данный инновационный парк приезжали именно руководители, вот, Мена-регионы. Мена-регионы – это, в общем-то, Северная Африка и страны, вот, Ближнего Востока там, да, вот, поэтому все это, их 22 страны, сколько я помню, да, поэтому вот все им интересно было, что же такое за Skyway, поэтому была такая встреча, опять-таки, Олег Зарецкий был руководителем, рассказывал, показывал, и это, конечно, тоже дорогого стоит, поэтому интерес был большой. Далее, опять-таки, вышли, опять новости выходили какие-то, смотрите, значит, было, в польском журнале вышло, мне очень было интересно, потому что, как бы, вы знаете, что всегда какие-то вот, ну, как-то вот я от Польши не ожидал, но была статья, она у нас есть тоже, в прошлый раз я рассказывал, даже они бастовали этот журнал, поэтому я не смог взять оригинал статьи, но потом на следующий день получилось, как раз я читал и хотел вам зачитать, там, на польском, там, да, оказалось, что в тот день они бастовали, потому что тоже вот был вот этот мейнстрим медиа, они там что-то разрешают, что-то, в общем, свободу слова тоже там в Польше зажимали, вот, поэтому они бастовали, но сейчас эта статья есть в наличии, я сегодня заходил, смотрел, но это уже в прошлом, да, дальше была очень интересная статья, именно пять японцев приезжали, представляете, вот Япония, мы всегда говорим, самая высокотехнологичная страна, как она смогла после Хиросимы Нагасаки подняться, какие там, вот, вы знаете, всегда мы мечтали о телефонах, магнитофонах там японских, там, да, видеомагнитофоны, это были первые, там, да, и вот сейчас у них там и скоростные, скажем так, тоже есть поезда, вот, но однако они приезжают и приезжают, и в очередной раз было телевидение, сейчас опять вышла статья, вот, и тоже, вот, действительно, для них очень большой интерес представляет эта технология, это запатентованная технология натяжных струн, вот, поэтому тоже была статья, очень тоже интересно, у меня дочка изучает японский, она посмотрела, так даже возгордилась, что папа тут занимается, там, о том, что пишут японцы, вот, так что я говорю, вот, доченька, учись дальше, и, может быть, тоже будешь, скажем так, переводчиком потом читать, ну, в общем, интересно, пока она, конечно, далека от этого, но ей было интересно, вот, замечательная статья в ведомостях, да, вот тут, вот я могу сказать, что я выставлял эту статью в, скажем так, на Facebook, как-то основная площадка, где я рассказываю о Skyway, это Facebook, да, вот, и вы знаете, настолько там было много хороших отзывов, настолько было положительных, я думаю, что люди перечитали, были, ну, в общем, замечательная статья, и она очень грамотно написана в форме пресс-релиза, вот, и я говорю, действительно, там очень все четко, грамотно, и, конечно же, работал большой профессионал, который написал это, так что респект ему тоже, не знаю, там, сколько там человек работал, но, в общем, статья получилась замечательная, и я тоже ее много раз перечитывал, и получал удовольствие, ну, и вот тоже, опять-таки, вышла статья уже, опять, на Араб, вы видите, даже видео было, это тоже вот такой вот season называется, да, и вот там, опять-таки, рассказывают о том, что ключевым коммерческим преимуществом решения компании является самая низкая стоимость, о чем мы и говорим, вот, что экономичность является сейчас ключевым моментом для, вообще, для бизнеса, для, скажем так, решения многих задач, потому что кризис нарушил очень многие связи, бизнес рухнул, я говорю, и поэтому экономичность является одним из ключевых моментов. Так вот, еще раз говорю, что за один километр от одного миллиона долларов, миллиона долларов за километр, может быть, допустим, уже строительство дальше, это в 3-5 раз ниже, чем у самых доступных традиционных систем, таких как автомобильные, железные дороги, а также трамвай и канатные дороги. Есть, мы все знаем с вами и трамвай, мы, многие из вас, катались на канатных дорогах, да, естественно, что автомобиль, железные дороги, но, опять-таки, я говорю, что ни в какое сравнение не идет в силу тех моментов, когда мы знаем, что расстояние между опорами может быть в нашем случае и 5, и даже 7 километров, то есть такая, может быть, ну, гибкая вот трасса, такая вот с таким натяжением, может быть, такие вот огромные, то есть любая река может быть перейти, там любые горы перейти, и все это, это, опять-таки, хоть вы вокруг, скажем так, земли это все загрузите, нету никаких, не будет обрывов, надломов и так далее, потому что это все натянуто, это все движется, и скорость 150 км в час, ни один транспорт, ну, а если 500 взять, вообще ни один транспорт, который находится на земле, он не развивает это в условиях, скажем так, пока еще не может быть достигнута такая скорость вот так вот, чтобы мы спокойно, безопасно двигались, да, вот, и, значит, РБК тоже, опять-таки, написала опять статью, это тоже я вот, кстати, ее пропустил почему-то, да, но, в общем-то, пересмотрел сегодня, и вот был удивлен, почему-то я как бы тоже вроде бы слежу, а получилось, что пропустил, вот, и РБК тоже пишет, что ключевое ноу-хау компания – запатентованная технология преднапряженных путевых структур по-английски аббревиатуры PTC, поэтому запоминайте, вот, это название, при стрессе трекса структур, да, вот, оно выговаривается сложновато, но, в принципе, потренировавшись можно, знаете, вместо какой-нибудь там скороговорки, вот, тренируйтесь, я, скажем так, иногда тренируюсь, иногда говорю, засыпая, говорю, вот, в общем-то, и данная технология позволяет создавать надземные транспортные системы с большой коммерческой и экологической эффективностью, более чем традиционные автомобильные, железные, навесные дороги, интеллектуальная собственность компании UST включает не только этот патент, но и более 50 других коррелирующих международных патентов, да, и 15 зарегистрированных товарных знаков, вы знаете, что у нас не только транспортные дороги, это и мосты, это, вот, анкерные опоры, это сразу развязки, это сразу, в общем-то, вот эти вокзалы, как говорится, как Алексей говорит, наша маленькая анкерная опора, которая является и посадочным местом, да, вот, я был в аэропорту Дубая, когда Алексей сказал, что она по вместимости, то есть не по вместимости, а по, скажем так, количеству людей, которые могут в единицу времени, в общем-то, уезжать, совместимо вот с этим, с огромным аэропортом в Дубае. Ну, это, конечно, фантастика, понимаете, поэтому действительно вот это вот замечательно то, что мы все это начинаем осознавать, осознавать, и все на примерах, поэтому на примерах, конечно, это же очень интересно, приводить примеры. Ну, и вот последнее, что было, это так называемые ходовые испытания контейнеров Skyway на французском телевидении. Почему это интересно, ребят? Потому что, в принципе, все, вы знаете, Европа нас как бы так отталкивала, отталкивала, вы знаете, вот это вот сложности было и с Литвой, допустим, там, допустим, вот я был удивлен, что Польша там, да, вот, и вот на французском телевидении это, опять-таки, сам канал, второй канал приехал к нам, французского телевидения, да, чтобы сделать этот репортаж. Поэтому репортаж шел на французском языке, и в этом плане я могу сказать, что мало кто знает французский язык, но так как у меня вот подруга моя живет в Швейцарии, а муж у нее, скажем так, они просто живут, они итальянцы, он итальянец, точнее, а живут они на французской, вот, в кантоне так там называется, да, и вот, и, в общем-то, он, очень мне сложно было там объяснить, что, как, чего, и, о, боже, тут выходит на вот этом вот, скажем так, на телевидении французском, ну, вот, Мария, она ему уже показала, то есть он уже как бы обратил внимание, что, в общем-то, тут что-то стоящее есть, поэтому они собираются летом приезжать, вот, я думаю, что я, конечно, может быть, так и получится, они как раз приезжают в тот момент, когда, возможно, будет эко-технопарк, эко-фест проходить в нашем эко-технопарке, поэтому, возможно, он тоже захочет инвестировать, потому что жена его, то есть моя подруга, она инвестировала два раза уже, вот, но он как, ну, в общем-то, мало ли, что там женщина, куда там деньги тратит, да, на сумочку, на платье, либо вот куда-то там еще на какой-то там, вот, поэтому у меня есть надежда, что, в общем-то, Диего тоже обратит внимание и проинвестирует хорошие денежки, вот, а может, еще и приведет своих друзей, знакомых, вот, такие вот дела. Ну, в общем, что во французском телевидении было сказано? Репортажи показали ходовые испытания контейнера Skyway на легкой трассе, вот сейчас вот задают люди вопросы, да, а вот, а там показывали Unicorn, все, ребят, у нас будет несколько, чтобы вы понимали, опять-таки есть такой вариант Unicorn, там мы все его помним, видим и любим и знаем, да, у нас есть Unitrack, у нас есть, как ленточный такой вот, да, вариант, действительно, у нас вот на 20 футов тоже вот такой будет контейнеровый воск, где надо будет перекинуть, поэтому это все круто, у нас на любой товар найдется купец, понимаете, поэтому относитесь к этому хорошо, вот, и я, наоборот, радуюсь, что есть такое, есть такое, вот, и вот, значит, там, как вы видели, вот там написано прямо на Unicorn, я думаю, что это вот как бы потом написали, нет, это вот прямо на контейнере нанесли, что за 1 доллар 100 тонн на километров, то есть 100 тонн перевезут на километр, представляете, еще раз, за 1 доллар 100 тонн перевезут на 1 километр, представляете, 1 доллар 100 тонн, 1 километр. Это преимущество указано на самом контейнере Еще раз повторяю Вот они так вот написали и вот так вот повезли Вот такая вот красота, 1 доллар Ну, значит, я, скажем так, посмотрел Мне Маша там перевела, то есть Мария моя, которая не очень сильно Но так как я смотрел сегодня Суходоева Алексея, спасибо ему большое Алексей Суходоев похвалился, что он знает французский язык С первого класса учил Поэтому я воспользуюсь тем, что я послушал Алексея Суходоева И вот вам перевожу Потому что фильм мы можем посмотреть Вот, покиваем головой Ну, в общем-то, вот так поочередно Вот я вам прочитаю Значит, как перевод Алексея Суходоева Не всего фильма, конечно же А нескольких таких ключевых кадров Вот, некоторые технологии могут совершать технологию в жизни людей В особенности в области транспорта Все понимают, что эпоха нефти подходит к своему закату Необходимо быть лидером завтрашнего дня Небоскребы, которые выросли за годы, сейчас связаны с огромными магистралями Если господство автомобиля еще осталось То впереди ясные дни постнефтяной эры Мы с вами говорили о постнефтяной эре Уже говорят очень многие Вы знаете, что тоже Тот же город Лайн и город Неом Который задумал правитель Саудовской Аравии Он тоже называет эти города будущего постнефтяными То есть постнефтевая эпоха Поэтому мы живем вот с вами на такой вот с вами интересный Интересный период, когда пост, пост, пост Уходишь в прошлое Двигатели внутреннего сгорания Приходит электро Уходит нефтяной рынок Выходит возобновляемая энергия Поэтому тут, скажем так, могут люди Те, которые ретрограды Но их, ребят, снесет вот это вот цунами Потому что новое Никто не хочет Вы, я думаю, не захотите брать телефон Даже не то, что там кнопочный Ручку крутить У папы моего был ТА-57 на всю жизнь Запон, покрутил ручку Там солдатик отвечает Я говорю, соедините, пожалуйста, там с папой С командиром части, к примеру, тогда Вот Ну и помните, тот же Высоцкий тоже пел Девушка милая, 72-я Да, вот Это же Никто сейчас вообще не представляет Мы просто не поймем, если человек где-то там Даже телефон кнопочный человек достает Уже на него смотришь, как Ну, значит, есть на то причины Вот Поэтому пост нефтяная эпоха уходит Приходит другая эпоха Что дальше в следующих кадрах Вот На этих кадрах Опять-таки Рассказывает Репортер Что посреди пустыни Система тестируется в полном масштабе Суходоев Алексей тоже обратил это внимание Почему? Потому что можно просто тоже поставить модельку Где-то там Насыпать песочка И сказать Вот мы вот тестируем это Там 1 к 10, допустим Или 1 к 20 Или 1 к 50 Вот, видите, выдерживает там все Ну, как вы знаете, у нас в музее же есть тоже модельки Вот тоже можно было поставить Поэтому я сначала не обратил на это внимание Ну, вот Почему я и говорю, что надо слушать других спикеров И Понимать, о чем говорится Что это в полном масштабе Это уже тестируется не просто там Кабинки Это действующие кабины Это те, скажем так Электрокары, можно так сказать Которые будут передвигаться И завтра в них садятся люди И говорят уже Первая станция Купаловская Вторая там Не знаю Немига и так далее То есть вот как это будет То есть это Поэтому в полном уже масштабе И это действующие наши Скажем так Модели То есть они Вот И сказано По мнению русского инженера Это будущее транспорта Согласно этой модели Кабины могут перевозить От 8 до Ну Там есть технические там неточности Ну В репортаже было так От 6 до 30 пассажиров И частота их перемещения Может быть адаптирована Количество пассажиров О чем мы говорили Что нет нужды Ждать 2 минуты 3 минуты То есть это вот Как знаете Я так представляю Это как вот Колесо обозрения То есть там Стоит очередь Вот у нас Допустим В нашем парке Горького И вот Все хотят там Особенно когда Сейчас ясные Теплые дни Наступают Все купили мороженое Либо вату Сладкую И вот стоят И вот эта кабинка идет И вот она Наполнили 4 человека Поехала дальше Дальше Вот так вот будет двигаться Поэтому Вы будете ездить Действительно Своей семьей Со своими знакомыми В тихом В красивом Транспорте В безопасном Скоростном И Это перевод Уже Скажем так Что Олег Зарецкий Где 100 человек Будут Прижиматься Друг к другу Как сардины В банке В нашем случае Подвижные составы Будут отправляться Друг за другом Вот Поэтому Welcome Да называется Да Добро пожаловать Вот Поэтому действительно Вот Очень Четкое объяснение Но не надо Жаться Не надо Вы сами знаете Даже в нашем метро В час пик В общем-то Лучше не попадать Потому что Занесут В вагон И вынесут Из вагона Так вот Такого не будет В случае Со Skyway Потому что Каждый будет подходить И вспоминайте Вот мой пример С колесом обозрения Туда не запихивают Там знаете Сколько Ногами не заталкивают Как даже в Японии Есть Да Даже Да Есть люди Которые заталкивают В метро Там специально Вот эти Не наши красивые Девушки стоящие С ложками Там да И с крулинки А там Японцы Которые заталкивают Утрамбовывают Вот В данном случае Такого не будет Далее Сказано о том Что это все Так как у нас Беспилотные То есть Нет там людей Которые там сидят И управляют Этими кабинками То есть Сколько экономится Да Искусственный интеллект Но Конечно же Контроль будет вестись Вот из такой кабинки Которые говорят Подобная комната Позволяет наблюдать За количеством От 50 до 100 Подвижных составов Да Представляете В то время Как само перемещение Машины Автоматическое Так что Это действительно Вот Как вы знаете Самолетами тоже Есть люди Которые Сидят Наблюдают В общем-то Но Самолеты все равно Как говорится Один коридор Воздушный Другой Воздушный Тут как бы Будут двигаться Туда куда Поставят На какую струну Повесят Там и будет двигаться Так что Но все равно Человек нужен Потому что Искусственный интеллект Хорошо Но Умнее человека Пока Скажем так Нету Специалиста Да Поэтому вот Такое тоже Будет вестись Наблюдение Чтобы кто-то Там не боялся Что если кто-то Чего-то там Искусственный интеллект Там что-то Неправильно Сделает Вот И Значит Показали они Вот этот Вот Несликих там Разах Ну вот это я уже вам показывал Эту картинку Но они в общем Потом это рассказали о том Что Значит Это будет Замечательное Такое вот Изобретение Да Вот Которое самое дешевое Экономичное В мире С ценой перемещения За 1 доллар 100 тонн На 1 километр Да То есть И опять-таки Это вот То ли они это попросили Написать То ли в общем Сами Ну вот видите Это вот в голову Вбилось у меня Уже прям вот вообще Раньше мы говорили За 1 центом 1 тонн На 1 Вот все-таки Решили 1 доллар 100 тонн 1 километр Вот Так что Запоминайте Такие вот тоже Новые обозначения Далее Еще я решил Один снять Чтобы вот так Поближе немножко Было Да Вот видите Net cost From Вот это Net cost Да Это чистая Чистый вес Так Ну и вот дальше Олег Зарецкий Продолжает Рассказывать Что мы покидаем Уровень земли Который занят Людьми Пробками из Автомобилей Автобусов Грузовиков Мы перемещаемся На уровень Над землей Который Слава богу Не занят Чтобы не разрушать Природу Существующие Постройки И без выделенных Вредных газов Мы создаем Самое экономичное И экологичное Решение И вот Еще Хочу сказать О том Что действительно Есть Ну хорошо Пустыня Вот можно Так Можно Сяк И так далее Ну вот представьте Есть у нас Места Куда мы Хотим Побывать Либо это Замечательные Пляжи Либо это Какие-то Действительно Вот знаете Вдоль пирамид Проехать Где там Ну нельзя Там построить Железную Дорогу Скажем так Да Я уже не знаю Там Насыпет Насыпь туда Да Там Песочка И так далее Вот это Все Чтобы там Масло Там Оттекло И так далее Там Не знаю Там Из-под этого Поезда Вы знаете А вот Такую Легкую Струну Ажурную Как мы Тогда С Алексеем Говорили Ну в общем Если еще Сделать Подсвет Небесный Действительно Будет Небесная Дорога То есть Даже Этой Ниточки Мы не будем Видеть И будут Только Вот эти Или в сафари Когда вот Допустим Мир Мир животных Где можно Посмотреть Фото сафари Упаси боже Я тоже Противник Различных Этих Охот И так далее Да Вот То есть Где животные Можно посмотреть Понаблюдать Вот это вот Понимаете Ничего не надо Рушить То есть Вот такие вот Струны Легкие Ажурные Такие вот Они будут В общем-то Находиться Вот эти анкерные Опоры Где они Даже Можно Вписать их По-различному Да И вот Вы понимаете Это Ну просто Шедеврально Поэтому Конечно же Это По эстетике Замечательно Как я вам говорю Это вызывает Огромные эмоции Просто Эмоциональный Такой подъем Когда вот Уже видишь Это воочию И спасибо Олегу Зарецкому Очень эмоциональный Человек Очень классно Рассказывает Простым языком Не умничает А доводит Все Скажем так Приводит Прекрасные Такие примеры Которые понятны Всем людям Да И в то же время Показывает Что это Действительно Классно И это Действительно Здорово Молодец Олег Это я Про Олега Зарецкого Ну и вот Опять-таки Показывает Что это Не где-то там Это Действительно Это Инновационный Технологический Парк В шаржи Познакомься Шейха Потому Потому что Был репортаж Посмотрите Как я О чем Говорю Что Ажурно Когда говорят Вот там Не хватает Того сего Ребята Пока мы Делаем Технологию Потом Вот эти Все Рюшечки И так далее Это можно Все Добавить Скажем так Хоть Золотом Было Главное Чтобы это Технологически Все выдерживало Вот И вот И то Вот смотрите Насколько Это сделано С любовью Вот это Вот арка Да Как Алексей Говорит Санта-Барбара Да Ну действительно Вызывает Такие ассоциации Ну действительно Красиво Ажурно И представляю Что тут Скорость такая Будет Ну просто Фантастика Да Очень здорово Вот Это наш Эко-дом Единственный И неповторимый Пока Первый дом Который Сделан Из бруса Потому что По закону Кто Не знал Или знал Там Да Нельзя В арабских Странах Только было Вот этот Железобетон Да Даже если Вы строите Деревянный дом Как Анатолий Эдуардович Рассказывал Что все равно Этот деревянный дом Дом Обложить Потом надо было Со всех сторон Вот этим вот Камнем Чтобы Вот не дай бог Там кто-то Чего-то там Увеличительным Стеклом Не нажал И так далее Но Анатолий Эдуардович Доказал Что этот дом Будет экологичный Потому что Мы за экологию Там будут Расти Растения И что Именно дерево Сдерживает Всюю температуру В нем Не жарко В нем Не холодно И могу Похвастать У меня тоже Есть Дом Из бруса Очень И мы были Удивлены Потому что Мы впервые Так вот Ну в общем-то Остались Когда было Вот летом Жара В прошлый раз Мама моя была Дочь Жена И мы были Удивлены Что не жарко В нем Хотя Там у нас Еще не света В общем-то Не подведен Ни воды Нету Я пошел К соседу Чайник скипятить А у него Вот с газа Силиката Слушайте Я зашел И я думаю То ли Мне плохо То ли Я что-то Не понимаю То ли что В общем Я пока Чайник кипел Я у него Вот в этом Газосиликатном доме А дом красивый Да вроде бы Там все У него все работает Он там живет Уже 10 лет Не мог Ни воздуха Мне не хватило Вот Нету Все Вернулся В наш Этот эко-дом И знаете Я теперь понимаю Почему вот Люди Строили избы Понимаете Совсем по-другому Дышится Совсем по-другому Все это Воспринимается Поэтому я Обеими руками За эко-техно-дом Такой вот Технологичный В то же время Экологичный Вот И моя мечта Чтобы получить проект От Анатолия Эдуардовича И построить на своем участке Вот такой дом Который мы видели уже Приглашаю всех Мы с Алексеем там были Просто рты пооткрывали И ходили По крыше Ягодки собирали И так далее Я надеюсь Что в Шарже Мы тоже этот дом Увидим Посетим В общем-то Это фантастика Это очень здорово Да Так что у нас 50 патентов Как я говорю И дом в том числе Вот Да Дома в том числе Вот Вот это внутри Как вы видите Да Ну Поэтому дорогого стоит И это только начало Ребята Это что еще Как бы там Не намарафечено А уже как Все равно Все Блестит И сверкает Вот Ну еще И вот такая вот Подстанция Видите Уже Плиточка Выкладывается Уже где-то там Как говорится Становится Красиво Вот Уже И травка Видели Там И деревица Так что Деревца Растут И так далее Ну вот И все это Идет к чему Что В общем-то О чем Я говорил Я вас хочу Познакомить Это я уже Услушал От Владислава Волкова Потому что Ребят Когда говорят Вот слишком Прямоугольно Допустим Там вот Анкерный Опор Вот Оказывается Есть такой Винсент Калибо Он француз Потому что Меня жена Научила Как правильно Читать фамилию А то там Пишут Калибаут Так вот Запомните Калибо Фамилия И родился он Сейчас там будет Ниже сказано В 1977 году Всего-навсего И вот он Такие вот шедевры Он Сейчас Создает Где Скажем так Пожалуйста Это все Реально Это Скажем так Архитектурное решение Как это может быть И пожалуйста Посмотрите Как наши Наша планета Наши дома Будущего Могут выглядеть Потому что Пожалуйста Натягивай здесь струны Делай это Скажем так Проводи эти струны Натягивай И живи в таких вот домах Понимаете Вот пожалуйста И я вам хочу сказать Что Ведущий Парижский Парижский Архибиотек И основатель студии Винсент Калибо Да Родился 27 мая 1977 года Ла Лувьер Бельгия Постоянно Бросая вызов Традиционным идеям И раздвигая Архитектурные границы Многократно Отмеченные Наградами Архибиотект Винсент Калибо Ставит перед собой Единственную цель Проектирование Передовой Зеленой И устойчивой Архитектуры Благодаря чему Она выходит На новый уровень Его передовые идеи Известны своей Экологичностью Превосходящей Человеческое Воображение И воплощающие В жизнь Принципы Устойчивого Развития Дают надежду На лучшее будущее И кроме того Если кто-то Не смотрит Других спикеров Я Скажем так Такой делаю Общий репортаж Да Такой Дайджест Можно сказать Да Так вот Владислав Волков Он еще и сказал К чему К тому же Что он еще Лично Познакомился С этим Архитектором И кроме того Показал ему Технологию Skyway Что это такое И у них Завязалась В общем-то Дружба Дружба Не дружба Но по крайней мере Интерес возник Друг другу Понимаете Потому что Этот человек Создает вот такие Вот вещи А Владислав Волков Вот представил Skyway И сказал Что мы Вот активно Развиваемся Поэтому Когда Кто-то Говорит Ну слишком Простенько Вот там Ну понятно Что Когда Укоряют Юницкого Что там Где-то Чего-то Вот низко А как это Вот там Будет Есть Да ребята Потому что Безденежье И делается Максимально Сделано так Чтобы было Экономично Чтобы испытать Технологию А не то Чтобы там Сделать Все там Сделать так Чтобы все Открыли рот А оно А оно Ехать Не будет Поэтому Все Делается В первую очередь Чтобы это было Технологически Выверено А далее Я говорю Создавая Вот такие Вот шедевры Поэтому Я думаю Что Мы Очень живем В интересное Время И когда Это при нашем Вот Видите Какие молодые Вот Архитекторы Рождаются Которые Создают Такие Шедевры Вы Сами Понимаете Что Здесь Воображение Просто Сказочное У человека И конечно же Это Меня Это очень сильно Впечатляет И моя мечта Когда так Говорил Что это Жить Вот в таком Городе Но В линейном Да Все знаете Но вместо Этих башенок Они могут быть Вот еще Такие Вот Здания Винсента Калибу Поэтому Ребята Давайте мечтать Вместе Создавать Наш Эгрегор Вот И я хочу Закончить Словами Альберта Эйнштейна Который Говорит Что Воображение Важнее Говорил Важнее Чем Знание А Так как Знания Ограничены Тогда как Воображение Охватывает Целый мир Стимулируя Прогресс И порождая Эволюцию Вот Когда-то Маленький Мальчик Ювенитский Толик Задумал Вот Космос Потом Посмотрел Мультик Про Того Как Минхаузен Вытягивал себя Из болота Потом Родилось ОТС В голове А уже От ОТС Оно пришло Сюда В виде Скайвэя На землю Вот И поэтому Воображайте Да Придумывайте Помогайте Вот И Мир Станет Лучше И вот Такой Мостик Где мы Стоим Сыном Моим Да Это Между Прошлым И будущим Леша У тебя Хрипит Микрофон Да Вот Между Прошлым И будущим И вот Мы В настоящее время Создаем Вот видите Здесь все Вот здесь Мы парим Просто Вот таким Прудиком В воздухе И вот Я Недавно Нашел Фотографию Пересматривал И очень Удивился Что действительно Вот мы только Вдвоем Это остались Тогда мы На последней Майка Фесте Вот мы остались С Алексеем Потому что Мой сын Хотел Лично Познакомиться С Анатолием Эдуардовичем Иницким Вот И Когда в 6 часов Уехали Мы до 8 Там были Вот мы Гуляли Бегали А потом Так получилось Что и Анатолий Эдуардович В общем-то Переоделся Вышел Шел И мы Очень были Рады Очень Тепло Поговорили Сфотографировались Поэтому Вот Желаю ему Здоровья Да Вот Долгих лет жизни Вот И я надеюсь Что Уже скоро Скоро Мы конечно же Увидимся И Сможем Поблагодарить Его И За своими делами Доказать Что мы не зря Здесь Сегодня с вами Собрались Спасибо Спасибо Олег Было интересно Вот На самом деле Такой Дайджест По новостям Прошлись хорошо Вот 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 Интересные вещи Переод Так сказать Перевод Французского Тоже было Довольно полезно Потому что Я посмотрел Этот ролик Ну Как бы Да Все Вроде Красиво Вот Но В чем там Смысл был Немножко Расшифровал Вот Ну и удивил Конечно Вот этот рассказ Про бельгийского Архитектора Да И я прям Сразу полез В картиночке Наши Вот И Откопал Тоже Здесь Так же На наш Наш Вид Даже Включу Вот он Насте Видно На экране Наши башни То есть В принципе Вот Есть такое Небольшое Досходство Вот Такое Получается Что у нас Соединено Так что Вот оно Будущее Может Выглядит Таким Таким Образом Да Да Елена Благодарит Тебя Тоже За Презентацию Вот Я думаю Что Запись Завтра Будет Мы Отдельно Выложим Вот Те Кто Пропустил Что Посмотрели Потому Что Оно Было На самом Деле Интересно Вот Если Есть Вопросы У Кого То Пишите Вот Ответим Единственное Я хотел бы Добавить Пару слов Да Запись Сделаем Пару слов Добавить Про Текущие Условия С Промо Кодами Вот И Наверное Каждый получал Письмо На свою почту Вот И Просто Так Немножко Напомню Что Любой человек Который Делал Хоть Одну Инвестицию В принципе До 12 Апреля То есть Неважно Это Было В 14 Году В 15 16 Неважно Когда Это Было Если Человек Делал Такую Инвестицию То У него В кабинете Есть Промо Код Вот Этот Промо Код Даже Два Промо Кода И Эти Промо Коды Позволяют Увеличить Вашу Инвестицию В два Раза То есть Если Вы Решите Еще раз Взять Один Пакет Либо Кому То Порекомендовать Пакет То Этот Промо Код Позволит Увеличить Количество Далей В пакете В два Раза Поэтому Обратите Внимание И данный Промо Код Будет Действовать До Конца Этой Недели Вот Если У вас Были Какие-то Знакомые Которые Когда-то Интересовались Технологии Либо Кто-то Брал Еще Повторить Покупку То Сейчас Хороший Момент Как раз Таки Для того Чтобы Это Сделать Вот Именно Вот В этой Неделе Это Такой Был Праздничный Промоушен К 12 Апреля Это День Космонавтики Плюс День Рождения У Анатолия Чувеницкого Поэтому Такой Праздничная Неделя Вот Поэтому Напомните Вашим Людям Кто Желает Увеличить Свой Портфель На Этой Неделе Это Очень Такое Благоприятное Время Вот Ну И Также Вы Можете Этим Промокодом Поделиться С Вашей Первой Линии Вот Ну И Систему Промокодов Там Еще Дополнительные Дополнения Вот Ну А на Этой Неделе В принципе Вот Такие Вот У нас Предложения Я думаю Что мы Еще Наверное Олег Поставим Этот ролик В оригинале Да На французском Ну Да Теперь Понятно О чем Там Говорится Так Что Можно Посмотреть Вот Всем Спасибо Большое Вам Рассказывал Не отвлекался Ну В общем То Я думаю Что Вопросы Если есть Можете Сейчас Написать На так Большое Спасибо За ваши Позитивные Комментарии Мне тоже Очень приятно Спасибо Спасибо Олег Да Ну И Включаем Сейчас Французский Ролик И В принципе Вот У нас Час Вписались Вот Каждую Среду Напоминаю Мы Встречаемся В 20.00 Поэтому Приглашайте Ваших Знакомых Приходите Сами Вот Делитесь С записями Будем Рады Всех Видеть Так Что Приятного Вечера Так Таня Что Скоростная Трасса В РБ Что Либо Можно Добавить Но Скоростная Трасса В РБ Пока Этот Вопрос На изучении То есть Там Есть Определенный Алгоритм Действий То есть Есть Ну Определенно Процедура То есть Там Согласование С министерствами Вот Этот Вопрос Тоже Прорабатывается Вот Уже В принципе У нас Пару лет назад Этот был Механизм Запущен Вот Сейчас Его В принципе Опять Возобновляют Вот Так Что Как только Будут Какие-то Новости То Мы Обязательно Сообщим Да Спасибо Спасибо За вечер Вот Ну И Включаем Видео Посмотрим Тот Французский Оригинальный Ролик Который Сегодня Олег Посвятил Ему Достаточно Благо Времени Это У нас Называется Он Transportation Of Future France 2 Кап Maintenant Sur les Émirats Arabes Unis Bien Connus Pour Ces Villes Aux Allures Futuristes Bonjour Sylvain Merci D'être Avec Nous Le Pays Raffole Effectivement Des Innovations En Tous Genres Et Certaines Technologies Pourraient Bien Révolutionner Nos Vies Et Notamment Dans Le Domaine Des Transports Bonjour Laurent En effet Les Monarchies Du Golfe Sont Friandes De Nouvelles Technologies Que Ce Soit Les Taxis Drones Ou L'hyperloop Un train Sensé Fonctionner Sur Un Tapis Electromagnétique Car Ici Tout Le Monde A Conscience Que L'air Du Pétrole Touche Sans Doute A Sa Fin Et Qu'il Faut Être Le Leader Dans Les Technologies De Demain L'une D'entre Elles Aux Émirats Arabes Unis Les Gratte-ciels Sortis De Terre En Quelques Années Sont Desservis Par Des Échangeurs Routiers Géants Si Le Règne De La Voiture A Encore De Beaux Jours De Lui Le Pays Anticipe L'après Pétrole Aux Portes Du Désert Un Système De Téléfériques Urbain Est Testé A Grande Echelle Suspendu A Des Cables Ces D'ingénieur Russe C'est L'avenir Du Transport Selon Les versions Ces cabines Pourront Transporter De 6 A 30 Personnes Et Leur Fréquence Pourra S'adapter Au Nombre De Passagers Ce qui veut dire Qu'au Lieu D'avoir Un Énorme Bus Où 100 Personnes Se Retrouvent Compressées Comme Des Sardines Dans Une boîte Là On peut Envoyer Les cabines Les Unes Après Les Autres Électrique Et Silencieux Ce métro Suspendu A Des Câbles Pourrait Connecter Des Immeubles Dans Des Centres Dans Sémants Peuplés Comme Dubaï Mais Aussi Relier Des Villes Entre Elles Sur De Plus Longues Distances Comme L'imagine Ce clip De Promotion Il Est Possible De Le Faire Fonctionner Dans Le Désert Des Zones Inondées Ou Des Reliefs Difficiles D'accès Déjà Connue En Montagne Cette Technologie Simple Et Efficace N'a Pas Besoin De Pilote Pour Fonctionner Une pièce Comme Celle-ci Est Fait Pour Superviser 50 A 100 Véhicules Puisque Quasiment Tout Est Automatique Une Solution Adaptable Pour Le Transport Du Fret Selon Ces Inventeurs Ce Mode De Déplacement Serait L'un Des Moins Chers Au Monde Avec Un Coup Hors Construction De 1 Dollar Pour 100 Tonnes Déplacées Par Kilomètre Ce Que Nous Faisons C'est De Quitter Le Niveau Du Sol Qui Est Surencombré Avec Des gens Des Embouteillages Des Bus Avec Tout Et Nous Allons Au Niveau Supérieur Qui Dieu Merci Est Encore Disponible Sans Détruire La Nature Ou Les Constructions Existantes Et Sans Émettre De Gaz Nous Offrons Une Solution Économique Et Écologique Cette Installation Est Financée Par Le Centre D'Innovation De Charja L'une Des Villes Les Plus Embouteillées Des Émirats Avec Un Budget D'un Milliard D'euros Par An Les Autorités veulent attirer les startups étrangères à la recherche de capitaux Les Émirats ont une stratégie à l'horizon 2030 de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance 1. Il faut encourager l'innovation 2. Financer scientifiques et entrepreneurs 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays Les villes émiriennes de Charja et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger Merci beaucoup Sylvain pour ces images particulièrement étonnantes, il faut le reconnaître Et à très bientôt évidemment Alors retour vers le futur